Что такое язвенный колит? Язвенный колит – это хроническая болезнь. Характеризуется воспалениями и язвами только в прямой и толстой кишке. Язвенный колит различает в зависимости от того, какая часть толстого кишечника поражена. Когда язвенный колит поражает только прямую кишку, его называют проктитом. Если поражена вся левая часть толстого кишечника, его называют левосторонним колитом. Если поражен весь толстый кишечник, это называют панколитом. Язвенный колит характеризуется периодами активного воспаления, когда у пациента появляются симптомы. И периодами, когда воспаление стихает, и пациент чувствует себя хорошо. Эти периоды улучшения называют ремиссией. У многих больных язвенным колитом длительные ремиссии чередуются с обострениями. У некоторых больных обострения более тяжелые, чем у других. Хотя причина язвенного колита неизвестна, существует много факторов, которые влияют на риск развития колита. Их большая часть относится к трем категориям. Генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды и неправильный иммунный ответ в кишечнике, который и приводит к воспалению. Факторы окружающей среды могут включать инфекции и курение, а также прием антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. При язвенном колите в толстом кишечнике развивается воспаление. Иммунная система борется с бактериями и вирусами. Таким же образом, как, например, при порезе кожи. Но разница в том, что иммунная система при язвенном колите не способна остановиться после того, как уничтожит бактерии или вирусы. В результате сохраняются язвы до тех пор, пока их не излечат лекарствами или не удалят хирургически. Симптомы язвенного колита связаны с хроническим воспалением. При язвенном колите прямая кишка, или последняя 15 см толстой кишки, поражается всегда. Воспаление из прямой кишки также может распространиться на остальной толстый кишечник. Распространение на остальной толстый кишечник бывает различным. У некоторых больных со временем воспаление распространяется вверх. Если на момент диагностики поражен не весь толстый кишечник, то у половины таких больных в последующем все же произойдет дальнейшее распространение, что будет сопровождаться новыми симптомами, или перестанет помогать в прежнее лечение. Большая часть симптомов язвенного колита связана с воспалением прямой кишки. При воспалении прямой кишки она не способна удерживать позывы на опорожнение, или отличать газ от жидкости. В результате больные часто испытывают позывы бежать в туалет, или страх, что они оправятся в неподходящем месте. Другие симптомы язвенного колита могут включать Учащенную дефекацию маленькими порциями, усталость, снижение энергетики и редко подъемы температуры. В связи с тем, что в приязанном колите всегда участвует прямая кишка, у больных обычно одинаковые симптомы, независимо от общей протяженности поражения кишечника. Кроме кишечных симптомов, в приязанном колите могут поражаться другие органы и части тела. Некишечные симптомы могут включать Боли в суставах, воспаление печени, остеопороз, кожные симптомы, глазные нарушения, язвы во рту и анемию. Больные с язвенным колитом могут жить нормальной жизнью. Важной задачей врачей является помочь людям управлять своей болезнью, вместо того, чтобы болезнь управляла ими. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...